Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Если вы заглянули ко мне впервые, меня зовут Елена, и мой канал о красоте, о косметике, о парфюмерии в основном. И сегодня в видео я расскажу о пяти ароматах люксового сегмента. Меня просили сделать такое видео о женских ароматах на весну, лето, потому что они будут идеально также и на лето, эти ароматы. Поэтому сегодня я расскажу о тех ароматах, которыми я планирую пользоваться весной-летом 2019 года, и может быть вас что-то заинтересует, а может быть вы тоже этим пользуетесь. Поэтому пишите, пожалуйста, мне в комментариях. Не забывайте подписываться, поддерживать меня своими комментариями, лайками. Для меня это очень важно. И если вы хотите не пропускать новые видео, то, пожалуйста, поставьте колокольчик как уведомление. Я собрала пять ароматов, которые, на мой взгляд, идеально подходят на весну, лето, и немножко расскажу о каждом из них. О каких-то ароматах, ну не о каких-то, в основном обо всех я уже рассказывала. У меня есть видео, заходите в плейлист парфюмерия, и там вы найдете буквально все видео, какие были сделаны мной ранее. Итак, первый аромат, о котором я хочу рассказать, это Chanel Chance, Eau Tender, или Eau Tendre, как правильно тут пишут. Это у меня туалетная вода, парфюмерную воду я пробовала, но пока остановилась не покупать. Не вижу смысла, есть какая-то разница, есть разница в ароматах, конечно, более парфюмированная, более насыщенная, более такая тяжеловесная, что ли, если можно так сказать. Но мне нравится именно акварельность данного аромата, данного парфюма, своей прозрачностью, своей легкостью, ненавязчивостью. Хотя кто-то говорит, что парфюм очень навязчив, это, конечно, все индивидуально. Мое субъективное мнение такое, что аромат подходит на весенний и летний период, очень тонкий, нежный, такой слегка хрустальный, хрустящий даже, за счет, наверное, айвы, придающей ему кислинку. Также гиацинты, белоцветочные такие нотки, ирисы, очень приятный, мягкий, не кричащий, на мой взгляд. Мне, знаете, в нём всё очень ровно, тонко, без каких-то намёков на усталость, да, или на какую-то возрастную категорию. Поэтому аромат прекрасный, такой нейтральный, но подходящий, на мой взгляд, на каждый день. И прекрасное сочетание ветра, солнца, цветения, садов. Вот такой вот нежный, ненавязчивый, изящный, акварельный парфюм на весну-лето я буду носить. Следующий парфюм, о котором я хочу рассказать, это Мисс Дюор Шерри. Это лимитированное издание было выпущено для японского рынка. Парфюм обладает очень тонким, таким чистым звучанием. У меня есть Дюор Шерри, цветочное шипровое направление. Аромат выпущен в 2007 году, довольно-таки уже древний. И появился у меня как раз в период его появления. Я любила его какой-то период времени наносить на себя, и была довольна этим. После я немножко охладела к нему. Но этот парфюм создаёт настроение лёгкости, изящества. Он такой девичий, наверное, на мой даже взгляд, аромат. Потому что нежный, чистый, без напряжения. Когда ты устаёшь уже от таких тяжёлых ароматов, я люблю более восточные, сладкие запахи, со спецевые, то этот парфюм придаёт лёгкости, даёт, как бы, возможность отдохнуть от тяжёлой артиллерии. И дарит прекрасное настроение. В составе пион, апельсиновый цвет, мускус. И он настолько деликатный, настолько изящный, я уже сказала, что прекрасно подойдёт для ношения также и в офис. В весенний, летний период просто супер. Не настолько стойкий, как хотелось бы, но, как я сказала, что аромат был выпущен для японского рынка, японские альфакторные ощущения, осязания таковы, что парфюм не должен перебивать вашу сущность, да, он не должен быть отдельным от вас. Поэтому прекрасно садится и не выпячивается, не показывает своё присутствие как... Но в то же время его слышно деликатно, так тонко, и он никому не может навредить, не отвлекает от работы, помогает настраиваться именно на такой рабочий лад. И прекрасно подойдёт также для свиданий, потому что для первых особенно, когда вы друг друга ещё не знаете, этот парфюм просто идеален для знакомства. Не знаю, есть ли они ещё в наличии, но вообще вот эта линейка Blooming Bouquet мне нравится. Нравится именно носить весной и в качестве... лето, и в качестве такого вот, такой отдушины. Следующий парфюм, который я хочу показать, и который я с удовольствием ношу именно почему-то в весенний период, мне он напоминает именно о весне, о прекрасных минутках весенних Парижа, когда начинают цвести магнолии, сады, яблони, розы, тюльпаны, вот такое насыщенное цветение и цветов, и трав, воздушность, лёгкость и мягкость. Такое немножко, знаете, смородиновый лист также присутствует, какие-то ягодки, розовый перчик, на мой взгляд. У меня это туалетная вода, и именно её я считаю прекрасной составляющей, прекрасным дополнением к весеннему образу. Нежный, воздушный, летящий, в то же время аромат достаточно стойкий, в меру всего и сладости, и кислинки, и терпкости. Присмотритесь, у меня есть также и парфюмированная вода, но парфюмированную воду я чаще ношу именно в зимний период. Она более глубокая, более такая приземистая, и больше сладостей в парфюмированной воде, в туалетной воде, больше лёгкости, воздушности. То, чего как раз нам хочется именно весной быть воздушными, красивыми, лёгкими, такими летящими, как бабочки, или как нимфы, балерины. Образ романтичный рисуется с этим ароматом, опять же, на свидание, капелька в офис подойдёт, и мне нравится, очень приятный, ненавязчивый, всё в нём так вот аккуратно, ну и флакон мне очень нравится, такая приятная гранённость у него, у флакона. И у меня 30 миллилитров, мне достаточно такого количества. Очень прекрасный, очень приятный, прям любуюсь, я не могу налюбоваться. Следующий аромат, о котором я хотела рассказать, это тоже парфюм, который я уже не раз показывала в своих видео, даже делала отдельный обзор, делала гивэвэй с этим парфюмом. По-моему, в прошлом или позапрошлом году один из моих любимых парфюмов на весну-лето. Это роза, это альдегиды. Роза нежная, утренняя, такая свежая, она аристократичная. Очень красиво собран букет этого, этой композиции. Настолько изящно, тонко, чувственно, свежо, и аромат будет вас выделять из толпы, потому что он настолько не похож на другие создания, и потому что чаще в последнее время все как-то принялись за восточные парфюмы, по восточные направления. Этот парфюм больше, наверное, про классику, про старинные традиции и про женственность. Тонкий, свежий, в то же время мягкий, за счёт мускуса, за счёт вот розы. И на мне он достаточно стойкий и шлейфовый. Многие мне писали, что он не шлейфовый, не стойкий. Я говорю о своих ощущениях, и мне аромат всегда приносит комплименты, когда я его наношу. Поэтому я со своей уверенностью могу сказать, что парфюм подойдёт не молоденьким девушкам, а женщинам уже за 30, и будет говорить об элегантности вашего образа. Поэтому присмотритесь. Изя, сисли, если я не сказала, бывает. У меня такое, что я забываю. Прекрасный флакон, прекрасное содержимое. Внутри этого флакона розы, зелёные такие листочки, цитрусовость, всё в меру, всё в таком шикарном образе. Следующий парфюм, который я хотела вам показать, это представитель герленовских шалимаров. Аромат выпущен в 2018 году и принадлежит группе ароматов восточные цветочные. Поскольку это шалимар, и это шалимар суфль, де люмьер, то аромат, конечно же, напоминает именно шалимар суфль, или суфле. И он очень тонкий, ванильный, цитрусовый, с включением белых цветов, лёгкий, свежий. в меру, но в то же время и сладковатый. Я выбрала его именно за сладковатость, потому что на весну, и у меня есть и суфль, конечно же, первоначальная версия, и шалимары у меня различные. Этот аромат я хочу носить весной, потому что зимой, когда я его приобрела в прошлом году, как-то он на меня не сел. И я поняла, что всё-таки этому, парфюму этой композиции необходим воздух, необходимо лёгкое дуновение ветра, необходимо солнце и тепло, для того, чтобы он прекрасно раскрылся. иначе он скукоживается и пахнет, извините за такое слово, именно мылом и, возможно, не знаю, каким-то таким мылом и цитрусами. Вот, наверное, какое-то цитрусовое мыло на мне образуется именно зимой. Попробовав его весной, я поняла, что ему необходимо именно вот это тепло, но не жарища, а именно тепло, весеннее, лёгкое, солнышко, которое пригревает. У нас в Финляндии ветра сейчас, погода такая неустойчивая, максимум плюс 10, было бы как-то вот даже плюс 20, но это просто аномалия какая-то была, поэтому ему сейчас самое время, я его буду с удовольствием носить. И если поподробнее немножко рассказать об этом парфюме, то аромат включает в себя, конечно же, бергамот, потому что это цитрусы, и без них никак, жасмин, иланг-иланг, мускус, ваниль и бензоин. За счёт бензоина, мускуса и ванили аромат приобретает мягкость, пушистость, округлость и ненавязчивую такую тонкость и сексуальность. Очень нравится мне, я вообще люблю Герлен и Шалимар, в частности, всё прекрасно, но опять же, его выпустили в зимний период, но на мой взгляд всё же парфюм идеально подходит на весенний, летний период. Возможно, не пробовала летом ещё, как он будет вести себя, поэтому, возможно, сделаю отдельный обзор на него или расскажу как-то в своих фаворитах или разочарованиях летних, поэтому следите за видео. Мне нравится, всё прекрасно, всё хорошо. Если вы любите также Шалимар, любите Шалимар-суфль, то обязательно присмотритесь, попробуйте, послушайте. Я думаю, что вы не останетесь разочарованы. Вот такая у меня подборка получилась из пяти ароматов, которые я буду с удовольствием носить этой весной и летом. Это были все ароматы, которые я хотела вам показать. Именно пятёрку люксовых ароматов на весенний и летний период. Если вам интересны нишевые ароматы, видео у меня уже есть, проходите, смотрите. В плейлисте «Парфюмерная коллекция» вы найдёте различные видео на любую практически тему. Я благодарю вас за внимание, благодарю вас за подписки, комментарии, лайки. Пишите, пожалуйста, ваши любимчики на весну-лету, на весну-лето из люксового сегмента. А я вам желаю хорошего весеннего настроения, отличных майских праздников и до скорой встречи. Ваша Елена.